Неделю назад глава региона озвучил новую структуру работы администрации, представил новых людей, которые будут занимать в ней высокие посты. Решение вызвало бурное обсуждение и неудивительно шаг знаковый, во многом определяющий развитие региона на ближайшие пять лет. Деталь, которая уделяет особое внимание, возраст новой команды вице-губернаторов, самому младшему и заместителе 33 года. Именно от молодой команды, как считают эксперты, ждут новых решений старых проблем. А таких накопилось немало, и Кондратьев во время первого заседания обновленной администрации по пунктам их перечисляет. В консолидированный бюджет до конца года должны поступить не меньше 208 миллиардов рублей собственных доходов. В топе первоочередных задач и прозрачная работа фонда перераспределения земель. Кому их отдавать, а кому нет, сейчас решают на муниципальном уровне. И неразберихи накопилось немало. Если так пойдет и дальше, губернатор пообещал поднять вопрос о возвращении полномочий на краевой уровень. Задача одна – максимально сплотиться вокруг проблем, вокруг наполняемости бюджета, вокруг определенного бардака с земельными моментами и вопросами. То, о чем говорят люди, они кричат об этом. Важно, чтобы в новой структуре администрации края и в новой команде не было никаких лазеек для коррупции и коррупционных составляющих. Коррупция – это основной тормоз, который будет мешать движению краев вперед. И непонимание этого – это близорукость. Просто близорукость. Исключить неэффективные расходы, жестче контролировать госзакупки, на четверть сократить раздутый штат краевой администрации. Новая политика региональной власти дает понять – начинать перемены будут с головы. Главная цель – уйти от дублирующих друг друга управлений и департаментов и настроить финансовую работу администрации максимально эффективно и без излишеств. Вениамин Кондратьев посоветовал об этом подумать и главам районов. Сейчас индивидуально каждый заместитель рассмотрит возможность оптимизации. Буквально в течение двух дней дадут мне информацию, предложение. И мы уже рассмотрим по оптимизации, уже примем тот вариант, который не повлияет на эффективность работы в муниципалитете. Предложение по работе в свой адрес сегодня услышал и каждый из вице-губернаторов. Девять приоритетных направлений – от социальной политики до инвестиционного климата в регионе. Если озвучить тезисно, получится система ответственности каждого заместителя главы региона. Как всегда, остро стоит вопрос в социалке. Анне Меньковой, в частности, поручено проконтролировать строительство школ на ближайшие пять лет. А Сергею Тухову, к примеру, придется реанимировать малый бизнес. По результатам соцопросов, Кубань в десятки неблагополучных регионов для ведения своего дела. За одну из самых проблемных областей жилищно-коммунальное хозяйство отвечает Андрей Алексеенко. Ему придется постараться превратить ЖКХ из бездонной ямы в инвестиционно-привлекательную бизнес-сферу. Я бы не сказал, что это яма. Это просто объективная ситуация, сложившаяся с тем, что в своевременном недостаточном объеме эта отрасль финансировалась и выполняли необходимые мероприятия. Конечно, для этого необходимо использовать как собственные средства, так и привлеченные средства предприятия. Для этого необходимо, чтобы на каждом предприятии была утверждена производственная программа, которая включала бы в себя именно модернизацию сетей. Помогать в решении поставленных задач новой команде будут и бывшие вице-губернаторы. Вениамин Кондратьев назначил их своими советниками, но тут же напомнил всем присутствующим о целях, ради которых они занимают свои кабинеты. Государственная служба или муниципальная служба – это некрасивая жизнь и не лоббирование собственных интересов или чьих-то. Это серьезная и кропотливая работа, порой изматывающая, давящая совошедшей ответственностью перед людьми, населением. Вот когда ты этот груз ответственности ощущаешь, ты на самом деле не можешь заснуть, потому что ты переживаешь за принятые решения или непринятые решения. Вот тогда ты на своем месте. В речи губернатора явно читается основная мысль – нужно заканчивать, играть в политику. Необходимы реальные действия власти, как принято говорить, на земле. Поэтому у тех, кто готов начинать работать с нового листа, не получится отсидеться в своих комфортных кабинетах. Александр Иванченко, Алексей Комаров, Антон Калиниченко, Кубань-24, Краснодар.